Добрый день, коллеги! Меня зовут Владимир Бибанов, я являюсь руководителем проектов компании Axelot. И сегодня мы хотели бы рассказать вам о проекте, который называется Boutique.ru. Это автоматизация склада обуви и одежды в Москве. Поговорим про его особенности и, собственно, нюансы автоматизации складов fashion retail в целом. Сегодняшний наш вебинар будет состоять из следующих частей. Это первая вводная часть, которая посвящена компании Axelot в целом. О том, что мы умеем, наш опыт, наши достижения и так далее. И второй основной блок будет посвящен автоматизации непосредственно склада компании Boutique.ru. Расскажем несколько слов о самой компании, о предпосылках проекта внедрения в систему управления складом, особенности, фишки, которые были реализованы в рамках данного проекта и полученные результаты. Итак, перейдем к части, посвященной непосредственно нашему проекту, компании Boutique. Сама компания является представителем fashion retail, причем интересно, что компания является конгломератом как онлайн-продаж, это интернет-магазин, так и офлайн-магазин, который находится в центре Москвы, в районе станции метро Новокузнецкая. Оба канала действуют достаточно интенсивно, в магазине представлено огромное количество брендов хорошего качества, это Дизель, Томми Хиллфигер, Майкл Корс и так далее. Склад находится непосредственно в магазине, который под магазином в торговом центре «Аркадия», в рамках которого мы как раз и автоматизировали складские бизнес-процессы. Основными предпосылками самого проекта по внедрению, которые мы определили с заказчиком в самом начале проекта, были следующие цели. Первое, что на складе не велась никакая система адресного хранения, все экспертные знания о том, где находится та или иная номенклатура, тот или иной размер или цвет, хранились только в головах сотрудников, колдовщиков. Соответственно, также не всегда совпадали реальные остатки с мнимыми, поэтому время на поиск и идентификацию товара порой превышало допустимые нормы, учитывая, что мы об этом отдельно еще поговорим, что склад является фактически частью торгового зала, находится этажом ниже, и поэтому имеет ограниченное количество времени на подбор и отгрузку товара со склада клиенту, который находится в данный момент в торговом зале. Но об этом позднее. Второй тезис, который важно было озвучить в рамках предпосылок к внедрению системы управления складом, это повысить точность выполнения операций. Все-таки, когда операция выполняется по бумажным заданиям, а именно так это и происходило до внедрения в МС, ошибиться, подобрать не тот цвет, не тот размер, не то количество гораздо проще. И процент ошибок был достаточно высок. Мы собрали определенную статистику, о которой я тоже поговорю позднее. Далее, следующий момент. Это повысить эффективность использования складской площади. Очень важный момент, учитывая, что, как я говорил, склад находится в торговом центре, поэтому он зажат в рамках определенных помещений. В ближайшем обозримом будущем не предвидится расширение данной складской площади, и поэтому было очень важно, во-первых, не вылезая за рамки текущих складских площадей, иметь потенциал по возможности обработки текущего грузопотока и потенциального повышения в случае интенсивного роста продаж. Соответственно, это была одна основная цель, что складские процессы должны работать максимально быстро, насколько это возможно, чтобы, во-первых, иметь возможность как можно быстрее обрабатывать складские задачи, во-вторых, это оптимизировать распределение товарных запасов по площади склада, чтобы максимально эффективно их использовать. В любом случае, конечно, компания пользуется услугами 3PL-оператора, которые находятся в Московской области, но там хранятся не сезонные товары, которые не нужны здесь и сейчас. Соответственно, на летний период туда отправляются огромное количество пуховиков, и наоборот, когда как сам склад, который находится при магазине, является складом оперативным, который решает задачи в режиме реального времени. Следующий тезис очень важный. Это коллеги хотели фиксировать все действия складских сотрудников и операторов в системе управления складом. Это требуется для того, чтобы в дальнейшем возможно ввести систему мотивации, премирования и, возможно, перейти на сдельную форму оплаты. Сейчас люди работают по фиксированной системе. Но это так, как потенциал, что система это делать должна. И очень важный момент, еще один, который мы назвали, как расширить функциональность склада в части дополнительных сервисов. Это означает, что у коллег помимо задачи по автоматизации склада, была еще задача по автоматизации процесса переклейки товаров в самом торговом зале, когда в определенную систему скидок, которые происходят периодически в сезон, необходимо добавить возможность автоматизировать процесс печати и переклейки ценников на новые товары. Например, когда идет сейл, идет 70% скидка, мне нужен новый ценник, на котором будет написано, какая была цена до этого, она перечеркнута, написана новая и так далее. Печататься это должно только по тем позициям, которые участвуют в акции, а не по всем. И, соответственно, этот процесс сейчас достаточно трудоемкий, на него тратится довольно большое количество человеческих ресурсов и средств, поэтому его также планировалось автоматизировать. И было принято решение автоматизировать это с помощью системы ВМС, хотя, в принципе, торговый зал уже находится за рамками ответственности системы, ну, классической системы ВМС. Итак, про сам склад. Как я уже говорил, находится он в районе метро Новокузнецкая, не имеет небольшую площадь, сам склад, само стеллажное хранение, примерно 700 метров квадратных. Помимо этого, есть еще несколько функциональных зон, которые также представлены помещениями примерно такого же размера и находятся на том же или других этажах торгового центра. Мы о них поговорим чуть позже, в которых также действует система ВМС. То есть, на самом деле, общая площадь, на которой работает складская система, значительно больше, потому что есть склад, есть зона приемки и маркировки, есть зона чиповки, есть огромный торговый зал, везде работает система ВМС. Если говорить про систему хранения, то это стандартные полочные стеллажи, где хранится товар либо на полках, либо в коробочках. Немножко напольного хранения для больших номенклатурных позиций в виде багажа, багажных сумок, чуть-чуть вешелочного хранения, где находятся дорогие позиции, кожаные куртки и так далее. Порядка 2500 СКЮ, в принципе, сейчас есть активных на складе, но это именно номенклатурных позиций, то есть без учета аналитик цвет и размер. То есть, учитывая, что есть еще разделение по цветам, размерам, брендам и так далее, то на самом деле это количество умножается еще на 2-3 раза. Это текущее количество СКЮ активных, которые в течение определенного периода постоянно затрагиваются. То есть, в принципе, неактивных позиций на складе нет в принципе. Итак, говоря про особенности автоматизации, надо начать, наверное, с того, что в системе, как я уже говорил, склад представляет себя довольно сложную распределенную систему помещений, которые делятся как на основной склад, так и на зону, где работает отдел КРО, это отдельное помещение на отдельном этаже, зона приемки, которая находится у ворот, где производится маркировка всего входящего потока товаров ценниками, зона так называемой чиповки, термин сугубо специализированный, означает именно процесс нанесения магнитной метки, которая потом противокраженная и играет противокраженную функцию в торговом зале. При этом и маркировка, и чиповка производятся до того, как товар попадает на основной склад, то есть на складе товар уже находится абсолютно полностью подготовленный к продаже, то есть его тут же можно отправлять под заказ интернет-магазина или в торговый зал. Далее, именно поэтому в системе, которая работала в офисе, все эти зоны представлены различными складами. Соответственно, хотелось в рамках проекта сохранить эту возможность, чтобы в каждый момент времени определенный сотрудник в офисе знал, на каком складе и в каком состоянии сейчас находится та или иная поставка, та или иная единица продукции, прошла ли она маркировку, или она еще находится в чиповке, или уже доступна для заказа с основного склада. Для того, чтобы поддержать эту технологию, предоставить системе офисной, ну это понятно, тоже в данном случае была система на платформе 1С, сильно кастомизированное управление торговлей. Соответственно, чтобы поддержать эту технологию, в БМС было принято решение использовать специальную аналитику статус товара. С помощью этого статуса товара и автоматического его изменения система передает в офисную систему информацию в режиме реального времени о том, в каком месте и в каком количестве сейчас находится товар. Соответственно, как только товар покидает зону чиповки и попадает на основной склад, система автоматически переставляет статус и отдает информацию в офисную систему в режиме, приближенном к реальному времени, о том, что передвинулось. Соответственно, в офисную систему зеркалируют эти изменения в виде перемещений со склада маркировки на основной склад. В ОМС-системе автоматизация процесса пересчета, пересчета статуса, я имею в виду, происходит без вмешательства человек, производится за счет специального механизма складских событий. Я сейчас примерно покажу даже скриншоты из системы, какое количество за это отвечает. Ну тут несколько важных тезисов про номенклатуру, что да, в системе УТ, которая работает у нас в офисе, ведется учет характеристик отдельных цветов, размеров, брендов, категории. При этом в учетной системе это именно характеристики номенклатурной позиции. В ОМС каждая уникальная комбинация этих аналитик представлена отдельной номенклатурной позицией. Создание этих номенклатурных позиций производится автоматически на входе в систему ВОМС по уникальной комбинации цвета, размера, бренда, категории и номенклатуры. Для чего это сделано? Для того, чтобы в ВОМС распределить товар максимально детально и знать, где у меня находится та или иная позиция. Это очень правильный, очень разумный подход, позволяющий значительно упростить жизнь складским сотрудникам, как в части отбора, так и в части выполнения других складских операций. При отправке откликов о завершении приемки той или иной позиции ВОМС-система при формировании отклика автоматически конвертирует количество принятых джинс 32-го размера в одни джинсы, которые нужно передать в офисную систему и добавляет туда аналитики, в каком количестве тот или иной размер принят. Соответственно, это позволяет и в ВОМС, и в ВОТ сохранить те технологии, которые им удобны и понятны. Далее. Как я уже говорил, что учетные склады, которые ведутся в офисной системе, синхронизированы со статусами номенклатуры ВОМС. Понятно, для чего это делается. И, как я говорил, что в ВОМС-системе существует специальный механизм складских событий. Это механизм, позволяющий задать триггер действия. То есть, допустим, факт перемещения товара из одной зоны в другую зону является триггером для произведения какого-либо действия. В данном случае, например, изменение статуса товара. Соответственно, в данном случае, в целом, в системе работают помимо... Ну, то есть, эти складские события используются не только для изменения статуса товара, а для автоматического планирования размещения, для автоматического формирования задач на контроль, на изменение статуса документов и так далее. В данном случае в системе работает порядка 50 складских событий. Их вот аж вот столько. Я показываю это для того, чтобы вы понимали сам процесс, за счет чего система это делает. И самое основное, что система позволяет не только создавать какие-либо системные действия на этот счет, но и, допустим, генерировать уведомления, отправлять смски или электронные письма в случае, например, возникновения товара в статусе брак или попадания товара в зону некондиции. А все эти складские события, весь этот механизм позволяет на самом деле в системе заложить абсолютно любой складской бизнес-процесс и его автоматизировать. Это механизм, который позволяет действительно иметь гибкие возможности по настройке особенностей бизнес-процесса конкретного склада. Далее переходим к особенностям входящего потока товаров на склад. Очень важно, что в компании Бутик организована обязательная маркировка каждой номенклатурной позиции на входе на склад. При этом надо понимать, что печать этикеток производится из системы ВМС с помощью термотрансферных принтеров. При этом для каждой номенклатурной позиции задается свой шаблон этикетки, потому что на маленькие кошельки нужно напечатать этикетку, на маленькой бумажке и так далее. На большой багаж мы можем напечатать этикетку гораздо больше. Система автоматически понимает, какой шаблон этикетки нужно применить в тот или иной момент. Если у меня стоит рядом два принтера, в один заряжены этикетки маленького, в другой большого размера, система может и смаршрутизировать, на какой из принтеров отправить задачу по печати данных этикеток. А это, естественно, выполняется с помощью принт-сервера, который определяет тот или иной принтер. Далее, в рамках нашего проекта мы автоматизировали процесс сортировки товара по коробам. То есть это что означает? Что вся входящая поставка, приходящая на склад навалом, маркируется этикетками каждой номенклатурной позиции с указанием цены, цвета, размера и других характеристик, которые должны быть на ценнике, логотипы компании и так далее. Далее, система автоматически подсказывает исполнителю маркировки, в какое направлении должна поехать та или иная номенклатурная позиция. Например, возможно, уже в рамках приемки мы понимаем, что у нас есть потребность по пополнению торгового зала, или по отправке товаров на чиповку, или по отправке товаров на удаленный склад, потому что нам пришла поставка к следующему сезону. Также есть автоматизирован процесс по отправке товаров на фотостудию. Каждая новая номенклатурная позиция, которая приходит первый раз, должна быть в количестве одна штука отправлена в фотостудию, где производятся с ней необходимые действия, и появляются фотографии в интернет-магазине, и далее эти фотографии также используют и в ОМС. Система мы дальше это увидим. Соответственно, система, зная потребности по отправке товаров в фотостудию, в торговый зал без чиповки, это, как правило, часы и другие позиции, которые не требуют нанесения противогражных меток и хранятся в особых помещениях. Перемещение на чиповку, на удаленный склад и так далее. Система автоматически подсказывает, в какой из подготовленных коробов нужно положить то или иное количество товара. Соответственно, для удобства еще заказали этикетки различных цветов. Соответственно, чиповка зеленого цвета, торговый зал синего, фотостудия розовая и так далее. Соответственно, это позволяет еще и визуально быстро найти нужный мне короб, когда мне система скажет, что вот именно вот эту штучку положи в фотостудию. Далее, как я уже говорил, что есть процесс чиповки, нетипичный процесс для ВМС, но тоже удалось его автоматизировать. На самом деле, что этот процесс из себя представляет? Весь принятый товар, который требует чиповки, это вся, по сути, одежда, весь багаж, все сумки и большая часть номенклатурных позиций должна быть отправлена в специальный участок, где находятся столы чиповки, где работают специальные сотрудники, которые наносят эти так называемые противокражные метки. При этом, на самом деле, эти сотрудники работают двумя руками, и терминал им давать в руки сбора данных совершенно невозможно. Это неудобно, это замедлит процесс приемки, и, соответственно, было принято, что они будут работать без терминалов сбора данных, но существуют два бригадира, которые находятся всегда в этом же зоне, у них есть стационарные рабочие места и терминал сбора данных. С помощью этих терминалов они фиксируют приемку в зону чиповки каждого контейнера, назначают его на стол и исполнителям, которые будут работать с ним. Соответственно, дальше с помощью функционала бригадного выполнения операций у меня фиксируется выработка по всей бригаде. Соответственно, я знаю, какие конкретные исполнители, которые даже не использовали терминалы сбора данных, на каком столе чиповки обработали, какое количество товара из какого контейнера. Далее. Очень важная проблема для фэшн-ритейла, и особенно и коммерса, это приемка возвратов, потому что, ну, все вы, наверное, знакомы с подменами, с ошибками, которые производит клиент умышленно, неумышленно. Ошибки при возврате из торгового зала, особенно интересная история при возврате из фотостудии, где работают совершенно творческие люди, которые спокойно могут повесить гирку от джинс на свитер и обратно. Соответственно, очень важный процесс приемки возвратов на складе, потому что, ну, как мы знаем, что от качества выполнения приемки в системе ВМС зависит вообще качество выполнения всех дальнейших операций на складе. Поэтому здесь было специально много внимания посвящено рабочему местоприемка. Это именно выделенное стационарное рабочее место без терминала сбора данных, в котором работает обычный сканер, как в любом магазине розничном. Соответственно, с помощью этого сканера сканируется весь входящий поток товаров. И на экране, почему рабочее место, потому что на экране можно вывести обычного стационарного компьютера гораздо больше информации, которая может помочь в идентификации товара. В том числе мы вывели и даже изображение товара, то же самое, которое используется интернет-магазином, чтобы при сканировании товара было сразу понимание у исполнителя, что именно то, что он держит в руках, именно это в системе и числится под данным штрих-кодом. Помимо этих фишек, были также сделаны и другие фишки, связанные с картинками и другими особенностями данного проекта. Говоря про картинки, перед внедрением в МС коллеги работали по бумагам, как я уже говорил, по бумажным заданиям на отбор, на приемку и так далее. Все эти задания печатались на цветном принтере и содержали картинки с товаром, потому что все-таки номенклатурная, но ассортиментная матрица достаточно большая, есть множество похожих позиций, но, например, чуть разного рисунка, те же самые футболки. Поэтому это было необходимо для того, чтобы хоть как-то снизить влияние человеческого фактора на точность выполнения того же самого отбора. Особенно мы понимаем, что мы работаем с фэшн-ритейлом достаточно высокого уровня, поэтому все ошибки с точки зрения пересортицы в заказах, подачи в торговый зал не той вещи, они сильно, конечно, портят карму всей компании и снижают лояльность клиента к бренду в целом. Поэтому у нас в рамках проекта была потребность автоматизировать и, соответственно, доработать систему с точки зрения этих функций. Первое, что мы сделали, это картинка как раз товара в рабочем месте приемка. Вот вы можете видеть это на скриншоте справа. Соответственно, при сканировании номенклатурной позиции мы видим, что это за позиция, какой номер, какой цвет, вся информация о бренде, о описании товара, который внесли сотрудники каталожного отдела, ее старая цена, ее цена в скидку и, соответственно, сама картинка, позволяющая идентифицировать товар. Далее, интересная вещь эта картинка в отборе товара на ТСДС. Соответственно, если вдруг кладовщик сомневается в том, ту ли номенклатуру он взял в ячейке хранения, соответственно, у него есть всегда возможность увидеть прямо на терминале сбора данных без обращения к оператору изображение товаров. Соответственно, понять, ту ли вещь он держит в руках. Далее, что важно, на складе организовано специально миксованное хранение. Это сделано умышленно для того, чтобы облегчить работу сборщика. Соответственно, потому что если у меня в одной ячейке хранения находится, допустим, 10 различных белых футболок 32-го размера с чуть разным рисунком, одну мою футболку, которая мне нужна, например, с горошек, кладовщик будет искать гораздо дольше, чем если у него будет 10 цветных футболок, и из них только одна белая. Поэтому сделано специально умышленное, разрешено все смешивание товаров на складе, во всех ячейках. Ну, естественно, в рамках одной номенклатурной группы. Багаж с футболками в одну ячейку и в одну зону никогда не попадет. Но в рамках номенклатурной группы футболки, джинсы, куртки, смешение не только не запрещается, но и приветствуется. Система планирует при планировании задач на размещение, понимает, что можно смешивать, что нельзя, и, соответственно, этим и располагает. Следующая фишка, которая, как правило, тоже не типична для классических систем ВМС, это совершенно бешеная потребность в скорости планирования задач на отбор. Если мы говорим про стандартный склад, обычный, неважно, даже высоконагруженный, при производстве, дистрибуторский, у склада всегда есть 5 минут на то, чтобы подождать, пока система спланирует все задачи, отправит их в работу, назначит исполнителей и всякое такое. Соответственно, в данном случае, поскольку у меня есть такая вещь, как внутренний заказ, это означает, что в торговом зале, в непосредственном управлении торговлей продавец сформировал заказ внутренний, который означает потребность в данную сию секунду. Это означает, что сейчас у меня клиент стоит в примерочной, и ему нужны брюки, которые есть только на складе. И в торговом зале остатка этих брюк, допустим, нет. Поэтому в рамках компании, чтобы не отпугивать клиентов, действует определенный KPI по скорости подачи вещи в торговый зал. Соответственно, с момента заведения заказа в управление торговлей должно пройти несколько шагов. Должна произойти выгрузка заказов в систему ВМС. В системе ВМС должно произойти планирование этого товара из мест хранения, формирование задач, выдача этих задач исполнителей, совершится непосредственно факт отбора товара, сдача товара в зону, по сути, контроля и отгрузки, где работают сотрудники СБ. Далее небольшой выходной контроль сверка того, что выносится со склада с товаросопроводительными документами. Соответственно, печатается упаковочный лист в автоматическом режиме. Далее кладовщик должен подняться на двух лифтах на два этажа выше и отдать вещь в торговый зал, где торговый зал фиксирует приемку этой вещи в управление торговлей. Соответственно, все это у меня есть 8 минут. Для того, чтобы поддержать данную скорость, склад должен отработать в течение до пяти минут, соответственно, выдать свою вещь. Еще три минуты есть у кладовщика, чтобы добежать, отдать вещь и отдать ее клиенту. Говоря про показатели, которые удалось достигнуть, с момента регистрации к обмену того или иного заказа в системе управления торговлей, через 30 секунд задача уже находится на терминале у исполнителя, он уже бежит отбирать. Соответственно, плюс несколько минут на отбор товара, пять минут стабильно мы укладываемся. Плюс к этому была сделана небольшая модификация, которая проигрывает звук. Соответственно, одно из складских событий, о которых я упоминал раньше, при возникновении внутреннего заказа проигрывает специализированную звуковую дорожку на колонках, которые развешаны по всему складу, которая означает, что именно сейчас, прошел внутренний заказ, нужно бросить все свои задачи и перейти к его исполнению. Вот это бросить все свои задачи тоже было необходимо автоматизировать, потому что у склада есть своя жизнь, свои внутренние перемещения, инвентаризации, приемка каких-нибудь возвратов, новых поставок, и тут приходит внутренний заказ. Как правило, бросить свою задачу в середине возможно, но неправильно. Система тебя будет всегда возвращать в эту же задачу. Поэтому на терминалах сбора данных была разработана специализированная функция, которая позволяет заморозить выполнение предыдущей операции, например, по приемке или размещению товара к выдущику. Переключиться на отбор внутреннего заказа, оперативно его выполнить, выдать товар, соответственно, в зону отгрузки и вернуться к тому же месту, на котором ты остановился, не потеряв при этом свою выработку, не потеряв свое задание и, собственно, не потеряв на этом деньги. И еще четвертая фишка, которая также указана на данном слайде, что она говорит о том, что на самом деле терминалов сбора данных на складе закуплено достаточно много. На всех складских кладовщиков. Но в сезон, летом или зимой, когда происходят пиковые всплески покупательской активности, есть такая потребность усиливать количество персонала на складе. Как правило, это делается за счет сотрудников других подразделений компании. В рамках практики, соответственно, решаются складские задачи. Для этого покупать достаточно дорогостоящие терминалы Моторова нецелесообразно посчитали. И поэтому сделали специализированную возможность, настроили возможность работать по бумажной технологии в рамках отбора товара параллельно с терминалами сбора данных. Соответственно, в случае, если у меня появляется необходимость вывести на склад еще 10 людей, например, на которых не хватает терминалов сбора данных, я могу спокойно им выдавать рабочие листы, так называемые, это бумажные задания по отбору товара, которые также содержат картинку с изображением товара, ее местоположение, в каком количестве, откуда нужно взять и куда сдать. Соответственно, тем самым я экономлю деньги на своем оборудовании за счет небольшой модификации. Далее мы переходим к особенностям исходящего потока товаров со склада. Первый момент, который я уже затронул на предыдущем слайде, говоря про фишки проекта, это скоростной отбор внутреннего заказа. Ну и плюс, конечно, звуковая дорожка. Небольшая модификация, которая, по сути, раньше у нас не предполагалась в функциональности, это редкий случай. На самом деле, в рамках проекта мы редко сталкиваемся с модификациями подобного характера. Это необходимость собирать несколькими людьми заказы в один контейнер отбора. Соответственно, классический отбор в любой практически ВМС-системе подразумевает, что у меня один исполнитель, получая кусочек какого-то заказа или заказ целиком, отбирает товар все-таки один, работая с коробками, которые отбирают товар. Далее они уже могут консолидироваться в какие-нибудь мастер-контейнеры и в отгрузки попадать в несколько, соответственно, в объединенные грузовые места. Но, как правило, все-таки в процессе штучного отбора он работает с каким-то своим одним товароносителем. У нас в системе это было реализовано точно так же, и приходилось, соответственно, пришлось сделать небольшую модификацию, позволяющую нескольким сотрудникам работать с одной корзинкой, которая катается по складу, и куда собираются задачи различных исполнителей. То есть, по сути, консолидация происходит не отдельным этапом, а непосредственно в процессе отбора. Этому и была посвящена сама модификация. Важный момент из особенностей исходящего потока – это резервная бумажная технология для отбора товара. При этом, что важно, что можно, например, по рабочим листам все равно же есть шанс ошибиться гораздо больше, чем с терминалом сбора данных. То есть сейчас, допустим, они делают следующим образом, что когда выходят новые люди в сезон, им выдают терминалы сбора данных, а, собственно, старая гвардия забирает себе бумажные задания, потому что она и так не ошибается. А с терминалом ошибиться вообще практически невозможно. Соответственно, что важно, поскольку, как я говорил, склад состоит из множества зон, которые территориально разбросаны по разным помещениям, разным этажам складского торгового центра, есть, конечно, серьезные вопросы от службы безопасности, которые заставляют все товародвижения между помещениями, которые происходят, по сути, по территории торгового центра, выполнять вместе с товаросопроводительной документацией, хотя бы с упаковочными листами, чтобы в любой момент сотрудник СБ, который находится, ну, они находятся практически повсюду, мог проверить того или иного колдовщика, сверить то, что с ним сейчас за товар перемещается, с тем, какую систему напечатала состав в упаковочном листе. С помощью тех же самых складских событий был автоматизирован печать сопроводительных листов, упаковочных листов с указанием исполнителя, который сформировал эту задачу, и исполнителя, который исполняет это перемещение между зонами. Соответственно, автоматически при выходе с зоны, когда контейнер или палец с товаром покидает, например, зону чиповки и отправляется в основной склад, автоматически на ближайший принтер выезжает упаковочный лист, который берет колдовщик и с ним уже отправляется перемещать товар в следующую зону. Также, да, как я уже говорил, с помощью тех же самых складских событий организована автоматическая рассылка писем для различных сотрудников подразделений компании в случае возникновения каких-либо товаров или проблем в той или иной зоне. Соответственно, находясь даже в центральном офисе, руководитель зоны чиповки всегда на своей почке видит, система ему синтезирует, что что-то у него пошло не так. Говоря про интеграционную схему взаимодействия системы, она предельно простая. ВМС общается с системой управления торговлей посредством веб-сервисов, посредством, опять же, веб-сервисов реализована интеграция с фотобанком, который используется как сайтом, так и системой ВМС, так и системой УТ. Один-единственный фотобанк, который хранит в себе все фотографии, формируемые в фотостудии. Мы, соответственно, по прямой ссылке забираем оттуда нужные фотографии и показываем их в рабочих местах в режиме реального времени. Соответственно, через обычную Wi-Fi работают терминалы. Очень важно, что Wi-Fi построен сложный, бесшовный, позволяющий бегать с терминалами сбора данных между этажами склада, не теряя при этом соединение с ВМС, при том, что сам Wi-Fi переключает тебя от ближайшей точки на следующую и так далее. Это очень удобно, и в случае, если у вас склад также разбросан на несколько помещений, находится в здании не совсем складском. Говоря про сложности, которые были у нас в рамках этого проекта, конечно, это реализация функциональности нетипичной для систем класса ВМС. При этом я говорю, в частности, про чиповку, про переклейку в торговом зале. Сейчас этот процесс представляет собой работу непосредственно с терминалами в ВМС-системе. Реализован отдельный складской бизнес-процесс, универсальная маркировка у кладовщиков или продавцов, которые выполняют перемаркировку в торговом зале. С собой на поясе закреплены мобильные принтеры. Они используют наручные терминалы ВТ-41, позволяющие пользоваться обеими руками при маркировке. Соответственно, после получения задания на маркировку, исполнитель идет в определенную часть торгового зала, которая ему назначена. Это, как правило, какой-то так называемый корнер, где находится один или несколько брендов. Далее он производит потоковое сканирование всего, что необходимо. Все, что видит, и система печатает ценники новые только на те номенклатурные позиции, которые необходимы. Та или иная позиция в селе не участвует, то, соответственно, терминал об этом и скажет. Данный процесс удалось автоматизировать и на самом деле на этом сейчас сэкономить порядка, наверное, я могу собрать 30-40% общих трудозатрат, которые вкладывались в данный процесс. То есть раньше перемаркировка была достаточно большой головной болью, потому что нужно выгонять огромное количество людей, чтобы успеть буквально за ночь перемаркировать весь торговый зал. И процент ошибок при этом того, что что-то недомаркировано очень большой. Вторая сложность, как я уже говорил, это высокие требования к нормативным показателям скорости выполнения отбора. То есть всем складам в любом случае нужно, чтобы это было быстро. Но настолько быстро, что прямо в режиме реального времени это, конечно, характерно только для складов розницы, когда торговый зал и клиенты прямо за стеной и они ждут прямо сейчас. Поэтому здесь, конечно, тоже была особенность, но сейчас достигли совершенно замечательных результатов с точки зрения скорости. Говоря про эффекты от внедрения, еще на первом этапе, когда мы формировали документ «Концептуальный дизайн», описывающий всю будущую систему, мы попросили коллег из компании «Бутик» собрать статистику за месяц по ошибкам до внедрения в МС. Сколько раз люди ошибаются. Вот слева я привел скриншот Excel таблиц, в которые были собраны ошибки за месяц. Их не так много, порядка 150 штук. Люди ошиблись в артикуле, в цвете или в размере товара при отборе. Это только отбор за месяц до внедрения в МС. При отгрузке порядка 1500 строк в смену, 140 ошибок в месяц, не так уж и много. Но при этом, на самом деле, статистика такая довольно внушительная. После внедрения в МС, сразу же после запуска, мы договорились собрать статистику еще раз. Даже не дожидаясь, пока система и люди привыкнут, там пройдет пару недель, какой-то стабилизационный период, сразу же начали собирать статистику. И в итоге, за месяц, а уже даже, наверное, за два месяца после внедрения в МС, люди ошиблись один раз, отсканировав белую футболку и схватив перламутровую из одной ячейки хранения. То есть сейчас ошибок в отборе нет вообще. Система не позволяет ошибаться. На самом деле, если после внедрения в МС у вас остаются ошибки в отборе, это чистейший воды с саботаж, когда я сканирую футболку красную, ее кладу обратно и беру две синих. С этим, к сожалению, ни одна ВМС-система сделать ничего не может. Но если выполняются все действия на терминале, которые терминал просит, ошибок не будет в принципе. Собственно, это, наверное, все, что я хотел сегодня вам, коллеги, рассказать. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Большое спасибо. Всего доброго.